Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Осмотрели филиал Третьяковской галереи и место, где появится планетарий. В Самаре с визитом находится заместитель министра культуры России Владимир Осинцев. Важнейшая деталь большого судна. В Самаре заложили киль будущего корабля арктического класса. Амбициозные, талантливые и настроенные на победу. В Самаре прошел городской конкурс детского музыкального творчества имени Алексея Трифонова. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности. Среди ключевых вопросов реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» и дополнительные меры по улучшению экологического состояния реки и других водоемов. Вопросы дальнейшего улучшения экологической обстановки в регионе. За последние годы в Самарской области многое сделано для защиты и оздоровления Волги. С 2019 года в рамках реализации одноименного федерального проекта введены в эксплуатацию 10 очистных сооружений. Это позволило существенно сократить ежегодные сбросы в реку загрязненных сточных вод. В этом году планируется построить еще 8 объектах в городах и районах Самарской области. В Самару с визитом прибыл замминистра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев. Вместе с делегацией он проверил ход работ на фабрике кухни. На какой стадии сегодня находятся объекты и когда состоится открытие Самарского филиала Третьяковской галереи, расскажем в сюжете. В мае для жителей и гостей города откроет свои двери Самарский филиал Третьяковской галереи. Строительные и отделочные работы фасада и внутренних помещений фабрики кухни завершены. Проверить, как Самарское выставочное пространство готовится к своему открытию, приехали замминистра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев, депутат Госдумы Александр Хинштейн и московские эксперты. В постановке здесь будет удобно, как у вас доступ. То есть, если у вас есть абонемент, вы уже ходите здесь, на посредственном мастерске, не через центр. В залах фабрики кухни активно готовятся к размещению экспозиции. С помощью перегородок зонируют пространство. Здесь мы попадаем в зону столовой, и тут мы можем побывать как бы в украине. Вы посетите, как бы, с подносом. Первая выставка, которая здесь откроется, носит название «На вкус и цвет». Здесь будут представлены картины из архивного фонда Государственной Третьяковской галереи. Ее представители тоже приехали в Самару осмотреть локацию. Очень хорошее впечатление. Посещение сегодня объекта оставляет. Здесь активно завершаются работы. Здесь уже работают все инженерные системы. Но, естественно, их нужно тестировать. И нужно быть уверенными, что температурно-влажностный режим для наших произведений из коллекции Третьяковской галереи будет устойчивым и надежным. Самарский филиал Третьяковской галереи станет новым городским арт-пространством. Здесь современные технологии и нестандартные дизайнерские решения переплетаются с атмосферой и духом начала 20 века, когда в Самаре появилось здание фабрики кухни. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. На Самарском судостроительном предприятии заложили киль нового морского судна. Корабль арктического класса в Самаре будут делать впервые. Это позволит предприятию войти в число передвеков судостроительного производства в стране. На торжественной церемонии закладки побывала наша съемочная группа. Непримечательная с первого взгляда конструкция на самом деле является важнейшей деталью большого судна. Это киль будущего корабля арктического класса ПВ-27, который в небольших льдах может самостоятельно без ледокола осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки. Начинать строить это судно будут на Самарском заводе «Нефтефлот». Для предприятия это будет первая работа такого масштаба. Мы хотим зайти в пул судостроителей, которые работают именно с такого рода судами, с такого рода толщинами и такого класса. Потому что активно развивающаяся сейчас программа арктического судоходства и по Северному морскому пути, и, так сказать, региональная программа перевозки грузов и пассажиров, она предполагает собой большой объем судостроения, большой объем заказа судов. И эта компетенция уникальная. Мы очень хотели ее получить, и мы будем стремиться выполнить заказ качественно и в срок. Работу будут выполнить в два этапа. Сначала в Самаре соберут основу судна. Затем, пока его размеры будут позволять проходить речные шлюзы, отправят к Северным морям, где и будет курсировать корабль. Там самарские специалисты уже закончат строительство. Исполнение заказа позволит предприятию войти в число лидеров судостроительной отрасли в стране. Знаковые события не только для предприятия, но и для области в том числе, поскольку, еще раз говорю, мы сегодня участвуем в реализации государственной стратегической задачи. Сегодня это уникальное предприятие работает на страну. Это технология, это процесс, процесс изготовления судна, он довольно-таки непрост. Это российские проекты, это российские материалы. И сегодня в условиях нашей геополитической ситуации именно технологический суверенитет, промышленности, технологии – важнейшая государственная задача, которую сегодня решает это предприятие. В торжественной церемонии, помимо сотрудников предприятия, приняли участие депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, а также юные ученики школы номер 55, подшефного учреждения завода. Возможно, кто-то из этих ребят вдохновится и будет продолжать славные традиции самарского судостроения. А судно, киль которого заложили, отправится в свое первое полноценное плавание уже осенью 2026 года. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Как помочь соотечественникам, которые находятся за рубежом, но не хотят терять свою связь с исторической родиной? Какую роль играют СМИ местных диаспор в разных странах? Об этом говорили на округлом столе по обмену опытом работы с соотечественниками. Этот форум стал 13-м за последние два года. Специалисты обсудили разные проекты, которые помогают русским диаспорам, а их более 300 в 60 странах мира. На встречу побывали наши корреспонденты. Активно работать с молодым поколением. Опыт Самарской области представили на форуме в Самаре. В нашем регионе работа с соотечественниками ведется системно. Ежегодно Самарская область становится не только участником, но и площадкой федеральных форумов и конференций для соотечественников. Среди них Международный молодежный форум соотечественников, в котором приняли участие 240 ребят из 53 стран. Этим летом форум «Здравствуй, Россия!» вновь примет ребят в гостеприимной Самаре. Именно правда о России лучше всего за границей перейдет из рассказов наших соотечественников, которые скажут, что да, мы здесь были, там здорово, приятно и удивительно хорошо жить. Об опыте проведения подобных проектов говорили на круглом столе, организованном Московским домом соотечественников. Говорили и о работе русских СМИ в других странах. Представители таких изданий рассказали о деятельности своих редакций. Важность их работы отметила и пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, которая подключилась к круглому столу по видеосвязи. В этом контексте газеты, журналы, интернет-порталы и другие информационные ресурсы диаспоры стали буквально передовой новостного фронта и оказывают деятельную помощь в доведении объективной точки зрения зарубежной аудитории и ее рядовых граждан. Всего на форуме прозвучало более 30 выступлений, в которых спикеры из разных городов делились опытом работы с соотечественниками, находящимися за рубежом. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах этого дня. В Курумаче самолету, летевшему из Шарма-эль-Шейха в Самару, пришлось уйти на второй круг. Об этом сообщил телеграм-канал об авиаинцидентах. В 3.38 по самарскому времени командир воздушного судна при заходе на посадку доложил в стартовый диспетчерский пункт об уходе на второй круг из-за срабатывания сигнализации столкновения с землей, поясняется в телеграм-канале. Через 15 минут самолет благополучно приземлился. Расписание электричек из Самары в Похвестнево изменят 1, 2 и 4 апреля. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Согласно новому графику движения, поезд номер 7528 «Самара» отправление в 19.34, Похвестнево прибытие в 22.13 будет отправляться из Самары в 19.54, а в 22.53 приезжать в Похвестнево. Со следующей недели россияне смогут ограничивать круг тех, кто может писать им личные сообщения в Телеграм. Об этом сообщил Павел Дуров. Создатель мессенджера уточнил, что это нововведение необходимо для обеспечения безопасности пользователей. Сначала опция заработает для юзеров из России, Украины и Беларуси. Также разработчики планируют подключить искусственный интеллект для более продуктивной обработки жалоб. Самая важная работа без отпуска и выходных. Как, будучи многодетной мамой, находить силы не только на близких, но и на себя? Для женщин провели форум «Мама в ресурсе». Лайфхаки записала Полина Челякова. Дресс-код мероприятия – одежда в красных и белых тонах. Эти цвета символизируют любовь, мудрость и чистоту. Многодетные мамы собрались на форуме «Мама в ресурсе», который провела общественная организация, объединение многодетных семей Самары и Самарской области. В зале более 120 женщин. Такое событие в регионе прошло впервые и было приурочено к году семьи. Спикеры делились опытом и рассказывали, как занятой женщине сохранить внутренние силы и оптимизм. Для многодетной мамы очень важно, ну, собственно, как и для любой мамы, наверное, оставаться в ресурсе, вдохновляться, потому что счастливая мама – это залог крепкой, хорошей, счастливой семьи. В нашем объединении мы поддерживаем друг друга, помогаем и показываем нашему сообществу, что многодетные семьи – это успешные семьи, это счастливые семьи, и это будущее нашей крепкой, сильной страны. Светлана Макушева, спикер форума, а по совместительству «Мама троих детей» признается – успевает все – воспитывать детей, заниматься общественной деятельностью и предпринимательством. На мой взгляд, женщине очень важно быть реализована не только в семье, но и в общественной, социальной, своей профессиональной жизни. И вот, на мой взгляд, когда женщина успевает все это сбалансировать в своей жизни, тогда она чувствует себя счастливой и все успевает. Безусловно, семья не может расти и продолжаться, если она не является многодетной. Поэтому на сегодняшний день многодетные семьи являются безусловным приоритетом и для государства, и для нашего региона. В этот день все создавало настроение участницам. Выступления спикеров чередовались с музыкальными номерами. Для гостей праздника работали парикмахеры и визажисты. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Самарская школа искусств номер 4 распахнула свои двери для участников городского конкурса детского музыкального творчества имени Алексея Трифонова. Юные пианисты со всего города, а их 66, показывают свое мастерство и борются за победу. В жюри опытные исполнители. Оценить мастерство конкурсантов смог наш корреспондент Полина Чулякова. Пианист Семен Бубнов имеет опыт выступления на сцене. За его плечами не один музыкальный конкурс. Сегодня он показывал свое мастерство в родной школе на городском конкурсе детского музыкального творчества имени Трифонова. Конкуренция серьезная. 66 участников. Организатором конкурса является родная моя школа. И, конечно же, мы каждый год принимаем в этом конкурсе участие. Волнение, безусловно, присутствует. С каждым разом, наверное, его все меньше и меньше. Но оно есть, конечно. В принципе, позитивное, настроен на победу. Городской конкурс имени Трифонова проводится в 22-й раз. Алексей Трифонов был одной из самых ярких фигур музыкальной сцены Самары 60-х-90-х. В этом году участие в конкурсе приняли учащиеся более десятка музыкальных школ. В первый день свое искусство демонстрировали исполнители, играющие на народных, струнных и духовых инструментах. Сегодня жюри, в которое входят преподаватели Самарского государственного социально-педагогического университета оценивает пианистов. Задача конкурса – показать рост мастерства не только юных музыкантов, но и их педагогов. С удовольствием всегда слушаю участников и получаю удовлетворение от работы наших педагогов. Это не просто конкурс. В понимании такого, ребенок сыграл, получил грамоту, конкурс закончился. У нас истинная школа педагогического мастерства. То есть здесь бесспорно рост идет у учеников, а значит и у педагогов. Настрой хороший, чтобы победить прямо перед каждыми конкурсами. Я волнуюсь всегда. Победители городского конкурса примут участие в областном этапе. Полина Чулякова, Петр Поломеев, События. Легендарный композитор, родившийся в Самаре, в областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация первого выпуска литературно-художественного издания из архива семьи Аксакова. На торжестве побывала наша съемочная группа. Он написал 30 романсов, фортепианные пьесы, симфоническую картину, сонаты и несколько хоров. Прожил яркую жизнь, но впервые, как композитор, заявил о себе лишь в эмиграции. Жителям города представили издания, посвященные творчеству Сергея Аксакова. Его составитель Виталий Семенов, доцент Самарского института культуры. Первое издание архивов семьи Сергея Сергеевича Аксакова. И мы начали с документов. И они удивительно раскрывают жизнь человека, который 35 лет прожил вне родины. И, конечно же, мы Сергея Сергеевича узнали гораздо позже, именно потому что его долго не было в Самаре. А оказалось, что это удивительно одаренный человек. Сергей Аксаков родился в Самаре накануне революции. И здесь же началось его музыкальное образование. Он служил в канцелярии, но при этом как пианист выступал с концертами в Москве, Киеве, Минске. А его первые нотные сочинения увидели свет в Петрограде и Киеве. По окончании пожистского корпуса получил офицерское звание и в 1916 году начал служить начальником отряда общества Красного Креста. Два года спустя отряд был расформирован, и Аксаков уехал к семье в Самару, а в 1920 году эмигрировал в Китай. Сергей Сергеевич Аксаков был человек интересной судьбы. Такая биография была интересной, что даже, наверное, вот в этой книге очень мало. И на этих страницах все не изложишь. Вот человек встречался и с Шаляпиным, и с Вертинским в эмиграции. Закончил Поливановскую гимназию. Он также был последним выпускником царского лицея. Недавно издали нотный сборник Аксаков Сергей Сергеевич «Избранные сочинения». Его произведения сегодня снова звучат в Самаре. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, события. Читающему человеку никогда не бывает скучно. В Самаре завершается неделя детской книги. Для посетителей библиотеки 25 приготовили подвижные игры и загадки. В удивительный мир литературы погрузилась Ксения Баканова. Весело, интересно и познавательно. В Самаре в библиотеке номер 25 отметили закрытие недели детской книги. Для юных читателей приготовили насыщенную интерактивную программу. За каждое выполненное задание участники получали букву. Пройдя все испытания, ребята должны были составить ключевое слово. Давайте быстро. Сюда, мальчики. Две команды. Сюда, девочки. Дети соревновались в ловкости, смекалке и демонстрировали свою эрудицию. Отдельный блок был посвящен творчеству Александра Пушкина. В этом году исполнится 225 лет со дня рождения великого писателя. С его произведениями многие ребята уже знакомы. Некоторые легко цитируют. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые. Ядра чистые изумруд, белку холят, берегут. По словам сотрудников библиотеки, привить ребенку любовь к чтению просто. Главное, чтобы он воспринимал этот процесс как игру, а не как наказание. Взрослым остается только придумать правила, а главным героем станет книга. Мы растим себе читателей, вот, и, ну, учитываем интересы детей. Книгу можно же представить по-разному. Можно сесть и прочитать перелез той странички, да, можно книгу проиграть, можно книгу прорисовать, промастерить. То есть мы живем книгой, крутимся вокруг книги, и все наши действия, они книжные. Современные детские книги выходят на новый уровень, становятся интерактивными. Такой формат привлекает внимание как детей, так и взрослых. Новые книги с крупными иллюстрациями, виммельбухи, книги 4D с движущимися картинками и героями, книги пазлы, книги панорамы им очень нравятся. Их персонажи могут двигаться, картинки источать ароматы, а страницы разговаривать с читателями. Все это, по словам специалистов, помогает включить у ребенка разные каналы восприятия информации. Зрение, слух, осязание и обоняние. Книгу в руки приятно там полистать ее, посмотреть картинки. Когда читаю, смотрю на картинку, там, ну, это все передается как-то, эмоции какие-то. Я люблю читать! Ксения Баканова, Петр Поломеев, События. Семья Чеховых в детской библиотеке среди завсегдатаев. В прошлом году Дарья вместе с детьми прочитала более 200 книг. Как ей удалось привить дочери и сыну любовь к чтению, узнала Елизавета Прокопенкова. У Дарьи Чеховой двое детей. Семилетний Мирослав и четырехлетняя Серафима. Вместе с ними Дарья постоянно посещает детскую библиотеку. Здесь они выбирают книги для совместного чтения. В этот раз Мирослав был в школе и не смог прийти. Но мама с сестрой взяли книги и для него. Дарья подбирает литературу каждому ребенку по возрасту и интересам. Да, это будет не Толстой и не Чехов. Это будут комиксы. Но в силу возраста ему нравится. Пусть читает то, что нравится. Книжные традиции давно сложились в семье Чеховых. Каждый вечер перед сном Дарья читает для Серафимы, а потом для Мирослава. Даже в транспорте книга «Лучший друг». Мне удобно. Взяла книгу в дорогу, села в транспорт. Это, возможно, чуть более энергозатратно, возможно, для взрослого, что нужно открыть, сидеть, читать, говорить, рассказывать, обсуждать. Вместо того, чтобы дать телефон и отключиться от ребенка. Но при этом я вижу какие-то для себя плоды. В прошлом году семья Чеховых заняла второе место в конкурсе «Я люблю читать», который проводила библиотека. Даша с удивлением узнала, что за год их семья прочитала более 200 книг. Несмотря на все усилия школы, библиотеки, без поддержки семьи невозможно развитие семейного чтения. Если ребенок не видит своих родителей с книгой, то как бы родители не стремились привлечь его к чтению, этого не будет. То есть именно семейное чтение, когда рядом мама, когда читает и когда ребенок слушает, это пособствует развитию отношений доверительных мамы, папы, ребенка. Дарья говорит, после прочтения книг всегда обсуждать с детьми те чувства, что вызвали героя произведений. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. В областном художественном музее открылась выставка самарского художника Николая Шейна «Белый свет». Зрителям представили более 70 картин. Прикоснуться к прекрасному удалось и нашей съемочной группе. Полотна в духе соцреализма и чувственные светлые пейзажи. Николай Шейн сумел совместить в своем творчестве несовместимое – советскую реальность и собственный тонкий внутренний мир. Его выставка «Белый свет» разделена на два зала. В первом – картины, которые он писал по заказу. Ключевая – бригада коммунистического труда Агафонова «Станкозавод». Во втором зале – пейзажи, написанные для души на берегу Волги и в Самарской Луке. В них есть что-то детское. Настолько нежно и с любовью Шейн писал «Родной край». Я очень люблю эти работы и хотела бы, чтобы, конечно, сюда как можно больше людей пришло и посмотрело. Потому что дядя Коля Шейн этого достойно. Перед смертью художник попросил друзей открыть в Самаре музей его имени. Этого сделать не удалось, но в 1988 году друзья организовали выставку в отделении Самарского союза художников. Благодаря им большая часть наследия Шейна оказалась в художественных музеях Самары и Тольятти. Я очень рада, что вот такая история сейчас происходит на наших глазах. И гости, которые приезжают сейчас специально на выставку Поленова, обязательно придут и в залы Николая Федоровича Шейна и откроют для себя, если кто не знает, величайшего живописца, который, в общем-то, работал на нашей родной Самарской земле. Шейна – какое-то свое чувство ритма, вот уникальное. И он очень сильный колорист. То есть многие любители думают, что это просто, да, это такая детская живопись. Нет, это абсолютно не так, это выверенные, очень точные полотна. Это абсолютно профессиональная живопись, качественная и со своим миром. То есть стиль Шейна не спутаешь ни с кем. Картины светлые, картины такие пропитаны жизнью. Какой-то самарской вот «Волги». Выставка картин Николая Шейна «Белый свет» продлится до 1 мая. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает, что до 30 апреля жители Самарской области могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Нужно перейти на сайт голосования, авторизироваться, используя учетные данные госуслуг, выбрать понравившиеся проекты, проголосовать. Выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. Администрация Самарского района предлагает жителям сообщать о любых проблемах и делиться своим мнением с органами власти в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Отправьте обращение, если видите мусор во дворе, не ремонтируют ямы на дороге, сломана детская площадка, плохое освещение на улице, автобус едет не по расписанию, не получается записаться ко врачу, не устраивает качество питания в школе, возникли проблемы с выплатами на детей. Укажите точку на карте, сделайте фото или видео и опишите ситуацию. Обращение получат ответственные службы. Исполнитель сообщит о результатах решения проблемы. Если результат или ответ от ведомства не устроил, верните обращение, его рассмотрят повторно. Администрация Кировского района сообщает, что 31 марта в 12.30 на стадионе «Металлург» пройдет матч четвертого тура Чемпионата России по футболу среди женских команд между ЖФК «Крылья Советов» и ЖФК «Спартак. Город Москва». До начала матча предусмотрена развлекательная программа для детей, интерактивные площадки, выступления музыкальных коллективов и бесплатные чай и сладости. Зрителям с «Фан Айди» будут предоставлены билеты на футбольный матч «Крылья Советов» «Рубин», который состоится 14 апреля на стадионе «Самара-Арена». На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин